После создания арматурной конструкции к опалубке мостовой опоры, уникальные по своей технической составляющей, прочные и массивные сооружения уже на финишной прямой. Первую опору 100-метрового моста через реку Снежить в ближайшие дни забетонируют. Особенность этой конструкции в том, что она будет нести нагрузку от балок и нагрузку от насыпи. Поэтому эти две береговые опоры такие массивные и устойчивые. Они нужны для дорожной развязки, плюс от них в обе стороны пойдут защитные дамбы. На объекте, который обеспечит связь между Советским, Фокинским, Володарским и Бежицким районами города Брянска, предполагается еще один не менее важный строительный этап. Защитная дамба будет располагаться по обе стороны будущего моста. Она будет соизмеряться с дорожной насыпью. Технически отсыпается дамба, делится на участки, выставляются направляющие, засыпается мелкой фракцией щебня и каждая ячейка бетонируется. Около 600 тысяч кубометров песка – общая цифра всей насыпи дорожного объекта. Ежедневно вереницами почти 40 самосвалов подвозят песок для дальнейшего послойного уплотнения. Все по нацпроекту – безопасные и качественные автомобильные дороги. Мы не можем сыпать 2 или 3 метра сразу. Необходим какой-то рабочий слой, то есть 0,5-0,6 метра. Мы его должны по всей ширине и по всей длине расстелить и, соответственно, закатать, а потом приступить к последующему слою. На отсыпку всего земляного полотна рабочие планируют потратить еще месяц. После на участке начнется конструирование самой важной части автомобильной дороги. Дорожная одежда состоит из песчаноподстилающего слоя, то бишь тоже из песка щебеночного основания. Тощего бетона и здесь предусмотрено три слоя асфальтобетонного покрытия. Появляются очертания и новые развязки на улице Крахмалева. Сейчас самые сложные работы связаны с инженерными коммуникациями. Перекладка сотни метров проводов под землей и перенос троллейбусных линий – задачи на ближайшие дни. Очень сложность то, что, вот видите, как муравейник, кобеля приходится копать вручную. Вот эта сложность время много занимает. Два разворотных кольца и четыре полосы движения. Общая протяженность дороги почти два с половиной километра. Уже к концу следующей недели на ней начнется укладка асфальтобетонного покрытия. А со стороны улицы Объездной бригады рабочих уже приступили к укладке тротуарной плитки. Все работы по улице Советской ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда».